к нашему домику построим забор сейчас материалы я отключу чтобы они нам не мешали вид переключу на 3d каркаску пускай будет проведу вспомогательную такую плоскость по концам ее я поставлю концам ее поставлю столбики размеры что размер у нас столбиков будет 250 так 250 50 400 на 400 пускай вот так вот поставим да у нас по концам будет так стоять скопируем так копировать пока не будем теперь давайте мы с вами сделаем выдавливание столбиков наших объект для выдавливания высота у нас будет 2300 2300 сразу же материал зря все-таки отключил материал материал я включу так реалистичный включу и для нашего столбика поставлю кирпичики столбики наши скопируем вообще по-хорошему с них бы надо сделать блок но я сейчас не буду его делать принципе мы их уже изменять никак не будем поставим по углам участка столбики материалы я хочу отключить потому что они мешают иногда переключаюсь в 3d каркас и теперь нужно нам сделать забор сам сделать две направляющие управляющие которые будут расположены вот ну так и ход уровнях по ним мы будем прогонять горизонтальные элементы забора а вертикальные мы сейчас с вами нарисуем переключиться на вид спереди возможно так удобнее будет делать возьмем поле линию начальную точку так привязка отслеживания sky будет у нас все понятно у нас поиска развернута плоскостью вот в таком виде то есть мы сейчас ее развернем вокруг икса на 90 градусов чтобы у нас x был здесь а y был здесь таком случае мы нарисуем то что нам нужно переключаемся на вид вот здесь такая команда поворот оси x на 90 градусов вот сейчас нам значок показывает здесь x а здесь y сейчас мы можем рисовать вертикально обратно на главную поле линия начальная точка забор нас будет без особых таких понтов 20 пускай там будет на 10 дальше пошли еще какой-нибудь выступщик сделаем такой 50 на пускай будет вот такой ну и в конце какой-нибудь пику тоже делаем где-то такую же до 50 на делаем я вот сюда вы нас выпускаемся вниз теперь правой кнопочкой замкнуть для чего это нарисовал теперь я хочу развернуть этот элемент у меня видите как далеко он улетел я его принесу где-нибудь вот сюда вот этот элемент и теперь давайте воспользуемся вращать создадим 3d тела путем вращения выбираем объект для вращения начальная точка оси конечная точка угол вращения 360 вот такая у нас получилась пика элемент забора не такая уж она и симпатичная но в принципе ничего страшного теперь мы с этого создадим блок для чего мы создавать блок для того чтобы мы могли разметить этот элемент по всему нашему забору протянуть по всему забору блоки и ссылки переключаемся создать блок какое-нибудь легкое имя ему укажем базовую точку обязательно укажем внизу вот здесь вот в центре нашего круга окей блок создан блок получился у нас 3d теперь мы должны сделать следующее так изменяюсь блок я задал создал не в том поиска поиска у нас видите как развернут давайте-ка мы ее провернем обратно поставим мировую поиска и создадим блок по новой потому что при работе с поиска надо учитывать что разметка объекта будет вестись также в неправильной плоскости если мы забыли обратно и развернуть нужный момент создать блок назовем его два пускай первый блок у нас будет объект выбрать объект еще раз всякий случай ok воспользуемся разметкой . его здесь в рисовании есть работа с точкой разметить выбираем объект для разметки вот этот квадрат нарисованный длину сегмента не указываем правой кнопочкой выбираем блок имя для блока тот блок который мы с вами создали enter согласовать ориентацию блока до согласовать он будет ставится по вертикали и длину сегмента давайте поставим чтобы не так часто было 400 нажимаем enter и так от очень быстро разметил наш забор вот таким вот чистоколом буквально в одно мгновение мы создали забор конечно производитель на производительность это сказалось сразу же но принципе ничего страшного теперь нам осталось сделать вертикальные элементы за горизонтальные элементы забора для связи между этим чистоколом для этого мы с вами нарисуем сейчас вспомогательный прямоугольник который будет означать сечение нашей профильной трубы давайте мы раз уж нас такой мощный забор мы сделаем достаточно мощный тоже прямоугольничек и воспользуемся функцией сдвиг давайте мы его скопируем кстати потому что у нас две вертикальные горизонтальные нитки по которым мы должны сделать сдвиг нажимаем сдвиг выбираем объект для сдвига enter и выбираем нитку по которой мы будем сдвигать наш объект вот она по всему периметру прошла теперь давайте выберем сдвиг объект для сдвига enter и траекторию по которой будем сдвигать вот такой у нас получился забор мы теперь давайте включим материалы сделаем визуализацию что это у нас получилось вывод тонирование вот результат наших страданий таким вот домиком с таким забором вышел видим что тени есть абсолютно от всех элементов ну все детства что заборная но не заборные дара столбики это не совсем с измеримы с домом получились ну в принципе ничего страшного вот главное что вы кое-чему я надеюсь научились из этого урока и я надеюсь что вы будете моделировать 3d в автокаде удачи